А вот в настоящие виражи на дороге устроил другой водитель, который уходил от полицейской погони по улицам Краснодара. Накануне в краевой столице стражу порядка ловили такси. Правда, вышел водитель не на работу, машину он угнал у одной из фирм Абинска. Весь сценарий можно описать несколькими словами из известного советского фильма. Украл, выпил в тюрьму. За 30 минут криминальный гастролер совершил столько преступлений, что хватит на несколько уголовных статей. В поле зрения Краснодарской патрульной службы серебристое такси попало около шести вечера. На крыше отличительный знак – фонарь с телефонным номером. Такую же машину часом ранее угнали в Абинске. В Краснодаре срочно ввели план перехват. Преступник, пока уходил от погони, успел наследить. Всего через четверть часа проезжая, он поцарапал иномарку. Информация о ДТП поступила из Комсомольского микрорайона. Еще пять минут, и тревожный звонок раздался из заправки на Уральской. Водитель серебристой 12-й ворвался в магазин при АЗС. Девушка до сих пор с ужасом вспоминает этот момент. Я очень сильно испугалась, я не понимала, что происходит. Поначалу я вообще думала, это какой-то розыгрыш, не розыгрыш. По глазам его, как будто он не в адеквате, он вообще неуправляемый был. Камеры видеонаблюдения зафиксировали. Вот парень в кепке подходит к кассе, в ярости разбивает бутылку. Угрожая продавцам осколком, сам берет из кассы деньги 6 тысяч рублей. Грабитель оказался человеком нежадным и даже щедрым. Мелкие купюры выбросил из окна продавцам на чай. А после отправился отметить удачный день в ресторан. Лихое такси сотрудники ДПС обнаружили у дверей заведения. Водитель сидел за барной стойкой и выпивал. На допросе угонщик немногословен, но это не мешает ему шутить. В Краснодаре что делаете? Путешествовать. Как долго путешествуете? Когда приехали в город Краснодар? Время не помню. За что задержаны полиции? За глупости. Известно, что молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. И в момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом адекватных пояснений своего поступка привести он так и не смог. Логику поступков угонщика из Абинска придется искать следователям. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Она предусматривает до 10 лет лишения свободы.